Добро пожаловать на YouTube канал Сергея Любарского. Сегодня тема нашей беседы, тема нашего семинара – это деньги. Money make the world go round, the world go round. Поговорим сегодня про деньги. К этой теме я пришел совершенно случайно, потому что я буду записывать в воскресенье золотую лихорадку, как добывали золото и так далее. И вроде мне дошло, что большинство людей в мире, вот здесь собравшихся, совершенно не понимают, зачем нужно золото, почему нужно золото, какие бывают деньги, зачем бывают деньги и так далее. И именно поэтому мне нужна такая предварительная лекция, семинар, которая давно назрела, а учитывая последний скандал FTX Exchange, даже и перезрела. Гроши, злотые мани. Мани, 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 мани. Все их любят, никто их толком не понимает. И мы начнем с того, что это раздел экономики, а экономика – это наука о изучении scarcity. Scarcity – это по-английски недостаток чего-то. То есть, если у нас всего с избытком и недостатка не существует, то экономики тоже не существует. Например, никто вам не продает воздух. Воздух у нас бесплатный. Почему? Потому что нет нехватки воздуха. Пока воду не нужно было носить в дом, вот просто прийти к реке и напиться, вода тоже была бесплатная. Но потом возник вопрос ее доставки. В отличие от воздуха, вода сама по себе в дом не попадает. Поэтому вы платите не за воду, а вода практически бесплатная, вы платите за ее доставку и так далее. То есть, экономика, как я уже подчеркиваю, это наука о изучении законов, определяющих распределение scarce, то есть, нехватающих ресурсов. Окей, это мы поняли. Идем дальше. Значит, изобретение денег, а я настаиваю на том, что деньги – это были изобретения, то есть, это человеческое изобретение, в отличие от воды и воздуха, данное нам творцом, деньги нам творец не дал. И, соответственно, мы знаем племена, еще в современности знаем, которые прекрасно существовали без денег. Ну, прекрасно – это ирония, но, в общем, существовали без денег. Например, когда пилигримы и американцы попали в Америку, все американские индейцы, включая майя и инка, понятия не имели, что такое деньги, и, соответственно, золото для них было не нужно. И они очень удивились, почему эти белые пришельцы так тащатся на этот странный, почти бесполезный металл. Топораз их не сделаешь, ну, там, украшения, побрякушки, то-се, а толк-то в чем? Мягкий, бесполезный, ну, легко плавимый металл. Ну, как? Вот, поэтому, какие функции в обществе несут деньги? Вот сейчас это очень важно. Я это буду говорить по-английски, попытаюсь как-то перевести по-русски, как умею. Вот, я не знаю русских терминов, наверняка кто-то меня потом подправит. Значит, первая функция денег, у денег очень много функций, это очень сложно, очень многофункционально. Это очень полезное изобретение. Значит, первая функция денег, это media of exchange, так пишут американские учебники. Ну, media – это посредник, а exchange – это обмен, то есть посредник обмена. То есть, если я делаю яблоки, а вот Артем делает гвозди, мне нужны гвозди, Артему нужны яблоки, в отсутствие денег мы должны делать бартер. То есть, я принес ему сколько-то яблок, он у меня сыпал сколько-то гвоздей, у нас состоялся бартер. Поэтому первое, что выполняют деньги, это media of exchange. Я, значит, превратил свои яблоки в деньги, Артем превратил свои гвозди в деньги, мы меняем не товар, а деньги. То есть, это media of exchange. Очень нужная для нас и очень полезная функция. Следующее, что делают деньги, это unit of value. Ну, unit – это единица измерения, value – это цена. Нет, не цена, value – это… Мера стоимости. Вторая функция денег. Да, стоимость, наверное, по-русски будет. Вот, значит, unit of value. То есть, в Америке парикмахер зарабатывает в среднем, ну, там, если не с опытом популярный, обычный парикмахер, линейный тут в обычной парикмахерке, где-то 20 долларов в час. Обычный доктор-терапевт зарабатывает 200 долларов в час. Поэтому, если не будет меняться по бартеру, ну, то есть, час врача менять на час парикмахера бессмысленно, а дальше вообще непонятно. И вообще, кто как установил, кто сколько должен зарабатывать, или почему там яблоки стоят доллар за паунд, а гвозди стоят 5 центов за штуку. То есть, и может ли это быть наоборот? То есть, вот, что сколько стоит по отношению, естественно, друг к другу, вот это вот value каждого с точки зрения общества, определяет деньги. То есть, можно легко заключить, что труд врача в 10 раз более важен для общества, чем труд парикмахера. Ну, почему так случилось, нам сейчас пока не важно, но это точно случилось. Следующее, что делают деньги, это очень важный, особенно для меня, человека предпенсионного возраста, функция storage of value. Он сохраняет ценности. А, ценности. Value – это ценности. То есть, он сохраняет ценности. То есть, в отсутствии денег на пенсию выйти невозможно. Вот я там накопил какие-то деньги, вот собираюсь на них счастливо дожить свою пенсионную старость и могу себе позволить роскошь считать вам лекции. А если бы денег не было, я должен был бы работать до смерти, как папа Карло. Очень хорошая, важная функция денег. Есть еще одна очень важная, нужная, полезная функция денег. Мы о ней поговорим отдельно. Я просто упомяну. Это изменение цены чего-то, это изменение цены, то есть, какого-то товара присылает месседж в экономику. То есть, деньги обладают еще информационным свойством. То есть, это, я бы сказал, такой, это гормоны, если гормоны, это как у нас в организме туда сюда ходят, сообщают, чего мозг хочет от разных функций. То есть, гормон послал, то есть, мозг послал стероид в клетку, и клетка начала расти. Так вот, такого рода функцию месседжинг, сообщение чего, куда нужно закачивать и выкачивать, выполняют деньги. Вернее, не сами деньги, а изменение цены на что-то. То есть, это еще выполняет информационный, месседжный такой посыл. Есть другие функции денег, о которых я сейчас пока не буду говорить, не единственное, то, что я перечислил, но этого нам хватит. На сегодня с потрохами, дай бог все пройти. Вот такие функции выполняют деньги, очень нужные функции людям. Без денег жить очень плохо. Разные религии, в том числе определенные части христианства, не любят деньги, совершенно глупо. Можно бороться с накопительством, можно бороться с жадностью, можно бороться с лишним потреблением. Деньги – это огромное благо, деньги в чистом виде, без всех вышепричисленных слов. И если бы у нас с вами в обществе не было денег, мы жили бы очень-очень плохо, поверьте мне. А вот накопительство, жадность, избыточное потребление – это человеческие пороки, к деньгам это не имеет никакого значения. Это уже люди. Это как в массовых убийствах объявляют пистолет, не пистолеты, это люди. Но это отдельный вопрос. Мы сегодня не про философию и мораль, мы сегодня про усолоненное с техникум, а я открываю новую рубрику экономикум. То есть мы сегодня про экономику поговорим. Значит, должен сказать, что экономика, наука не точная, в отличие, допустим, от физики и так далее. Более того, высоко заполитизированная. Таким заполитизированным наукам относятся не только, естественно, экономика, относятся, например, наука глобального потепления, экламентология и многие другие науки. То есть это не делает их не науками. Экономика, безусловно, наука, потому что она изучает некие объективные законы. Законы существуют. А как только существуют объективные законы, существует наука. Там Солонин у своих друзей экономиста спрашивал, вообще экономика это наука? Это безусловно наука. Но это не та наука, к которой мы, инженеры, привыкли, где можно поставить повторяемый эксперимент. Эксперименты в науке ставят очень редко, повторяемости никакой, поэтому немножко нас это путает. Но так как в экономике существуют очевидные закономерности, как только возникают закономерности, возникает наука их изучающая. Это понятно. Поэтому в науке не существует, в экономической науке существуют конкурирующими с собой различные точки зрения. И что бы я ни сказал, любой человек говорит, а вот такой-то утверждает, что вы не правы, и сошлется на какую-то определенную школу, доктрину, книгу, теорию и так далее, и будет абсолютно прав. Все, что я буду сейчас говорить, можно подвергнуть определенной критике, ссылаясь на какого-то автора, какую-то книжку, какой-то талмуд. Безусловно. Это я прекрасно понимаю. Поэтому мы будем подвергать все, что я говорю, не ссылками на параграф такой-то, страница такая-то, строчка такая-то. Это называется доказательство от авторитета. То есть мы ссылаемся на авторитет. Это нам неинтересно. А критиковать, если кто-то хочет меня критиковать, критикуйте меня с точки зрения логики и здравого разума. Вот такую критику я гораздо легче воспринимаю, потому что с ней можно работать. От того, что Вася Пупкин сказал, что это не так, но мне ни холодно, ни жарко. Каким бы великим Нобелевским лауреатом по экономике, Вася Пупкин и не был. В экономической теории существует разное отношение к деньгам. Все понимают, что деньги нужны. Я не знаю ни одного экономиста, который бы это отрицал. Но вот к количеству денег в обществе тут начинаются разногласия. Существуют экономисты, их очень мало, но не существует, которые утверждают, что объем денежной массы в обществе всегда должен быть абсолютно неизменным. Вот существует миллиард долларов в Америке, и этот миллиард долларов никогда не меняется. Не растет и не падает. Вот такая есть теория. И они объясняют, почему это нужно, и так далее, и так далее. Соответственно, что происходит с ценами, если количество денежной массы абсолютно неизменно? Цены падают. То есть количество товаров и услуг растет. Во-первых, мы все привыкли к тому, что растет валовый национальный продукт на душу населения. Мы к этому привыкли. Сейчас не будем обсуждать, почему и как, и зачем он растет. Но он растет, как правило, в развитых западных странах он растет. Во-вторых, растет население, к чему мы тоже привыкли. То есть если растет население, и растет доходы на душу этого населения, соответственно, растет количество произведенных гвоздей и яблок. А если количество денежной массы одинаковое, то в этих условиях цена на деньги и яблоки будет резко падать. И многие экономисты считают, что это хорошо, так и нужно. Существует другая теория, говорящая о том, что небольшая инфляция нужна. То есть денежная масса должна расти, но должна расти быстрее, чем валовый национальный продукт, рост валового национального продукта на душу населения. Плюс рост самого населения. И они приводят некоторые веские аргументы, почему это хорошо. Я не знаю ни одной экономической теории, которая утверждала, что гиперинфляция или высокий уровень инфляции это хорошо. Это, наверное, всем понятно. Никто за это из здравомыслящих людей ратовать не будет. Существует третья, или четвертая, неважно. В общем, какая-то теория, которая утверждает одно, что идеальные деньги, самые правильные деньги, потому что деньги – это изобретение человечества. Деньги как автомобиль. Бывают хорошие автомобили, бывают плохие. Поэтому мы можем спокойно рассуждать. Деньги – это не воздух и не вода. Это совершенно то, что мы контролируем, создаем. А, соответственно, мы можем говорить об их качестве и свойствах. То есть наиболее правильные, наиболее эффективные, наиболее хорошие деньги, деньги как метод обмена, Это деньги, которые растут пропорционально росту валового национального продукта общества. За этот год на 5% валовый национальный продукт подрос, и денежная масса подросла. Вот такая теория есть. Соответственно, в теории, пока в теории только, все цены на товар остаются неизменны при отсутствии каких-то других технологических изменений прорывов, скачков спроса и предложений, если ничего не меняется, соответственно, все цены на все товары остаются абсолютно неизменными. И вот именно это привлекает экономистов к этой теории. То есть экономисты этой теории, сторонники этой теории, они придерживаются того, что деньги – это линейка, мерило измерение. Помните, во втором качестве они меряют, что сколько стоит. Поэтому очень трудно построить дом, если у тебя есть рулетка, и сегодня рулетка меряет от начала дома до угла 5 метров, а завтра вы пошли и выясняете, что эта рулетка меряет 5,5. Очень тяжело строить в таких условиях. Поэтому сторонники этой теории, к которой я придерживаюсь, не отношусь, считают, что деньги должны быть как можно больше максимально неменяемы. Вот эту часть я хочу отдельно пояснить. Давайте возьмем некий пример. Допустим, у меня есть маленький ресторан. И каждую неделю я покупаю мешок лука. За этот мешок лука я каждую неделю плачу 100 долларов. И вот приходит ко мне продавец лука и хочет продать этот лук теперь за 110 долларов в следующую неделю. Возникает вопрос, который у меня, как у владельца ресторана, возникает. Это инфляция? То есть просто у него цена растет, потому что она везде растет? Или он меня хочет нагреть? Соответственно, я должен потратить какие-то ресурсы, снова сравнить цены лука на рынке, по-прежнему определить, что он самый хороший вендор, что он самый хороший поставщик, и тогда заплатить ему 110 долларов. Но на этом мои проблемы не кончились. Возникает второй вопрос. А сколько должен стоить мой французский луковый суп, в котором лука на 3 доллара? Возникает третий вопрос. А готов ли рынок, готов ли мой потребитель теперь покупать тарелку лукового супа, в котором себестоимости на 3 доллара было, а продавал его за 5, теперь за... Вот тут возникает вопрос. А за сколько же мне его продавать? Ответа на этого нет. Мне снова нужно идти на рынок, посмотреть, почем продают конкуренты мой луковый суп. И я делаю такие постоянные измерения-замерения. Очень часто в ситуации инфляции выше, чем 2-3% в год. 2-3% можно перевернуть, уже при 10% инфляции. Эта проблема существенна. И, естественно, создает не конец экономики. Экономика не кончается. Но это создает ненужную человеческую активность. То есть, неэффективна. Так же и деньги, как линейка, измеряющая стоимость чего-то, должны быть неизменны. Вот такая вот теория. Как же добиться такой неизменности денег? И тут мы приходим к тому, что существует практически 2 вида валюты. Первый называется commodity. То есть, деньги привязаны к чему-то. То есть, не просто взятые с потолка, а их объем привязан к чему-то. Как правило, и мы об этом будем говорить сегодня большую часть моей презентации, привязаны к золоту. Существует вторая форма денег. Деньги ни к чему не привязаны. В экономической науке это называют fiat currency. Fiat, как автомобиль, так же произносится, но только это, то есть, не к машинам, а к деньгам. Fiat currency – это деньги, которые печатаются государством, и единственная стоимость которых построена на том, что люди верят, что эта бумага зеленого цвета имеет какую-то ценность. Больше никакого другого функции эта бумага не выполняет. Она просто несет в себе символ веры. Соответственно, вот бывают два таких вида денег. Значит, первое назовем твердая валюта, а второе назовем бумага, или там fiat currency, называя все это дело литературным. Проблема заключается в том, даже не проблема, это закон, что государство, как у нас здесь говорят, это как ребенок, который не может вынуть руку из банки с вареньем. То есть, они будут кушать это варенье до конца. То есть, любое увеличение денежной массы, ну, то есть, инфлирование денег, словом инфляция происходит со словом inflate, то есть, инфлейт – это надувать. То есть, инфляция – это не рост цен, это следствие инфляции. Инфляция – это увеличение, то есть, надувание денежной массы, ну, и заодно надувание населения. Соответственно, дефляция – это уменьшение денежной массы и, соответственно, рост цен, падение цен. Эта же терминология тех, кто владеет английским, используется, допустим, надувание или сдувание матраса или шины в автомобиле. Вы inflate и вы deflate. Те же слова, это тот же смысл, все то же самое. Значит, так вот, когда идет инфляционный процесс, денежная масса увеличивается, и сейчас у нас инфляция 10% в стране, сие означает, что это просто налог, наложенный государством на свое общество. Все. То есть, инфляция денег – это налог. Но налог, невидимый обществом, и поэтому не так критично воспринимаемый, как другие формы налогов. И вот именно поэтому государство жутко любит именно эту форму налога и не может остановиться с ним. Да, надо сказать, что не существует в истории человечества период больше 100 лет, когда напечатаны из воздуха несуществующие деньги, как система, прожили. Так не бывает. Государство всегда, то, что называется по-английски debase the currency. То есть, они исчезают, они самоликвидируются. Вот эти вот напечатаны из воздуха бумаги. Вот. В Америке этот процесс идет относительно медленно. Ну, идет. В такой славной стране, как Аргентина, они каждые 20 лет объявляют новое ПЕСО. Ну, то есть, допечатали, напечатали, допечатали. Ну, вот, если я не ошибаюсь, там поправьте, кто знает, значит, где-то, по-моему, в 2004 году. А можете поучить даже. Ну, в общем, в этом уже веке у них был полный коллапс. Они полностью выбросили старые деньги, напечатали новые деньги с новыми картинками, с новыми фантиками, с новыми световых решениями. Все замечательно, прекрасные, замечательные новые деньги. И года четыре их привязали к доллару. Причем привязали к соотношению один к одному. Не то, что сам по себе доллар не тает, но он тает медленнее. Сейчас у них, если там не ошибаюсь, я там был несколько лет назад, уже было 1,30. То есть, ну, наверное, уже будет больше. Вот эти вот новые, быстро растворяющиеся деньги называются, у них там new pass. Ну, то есть, новые pass. Я говорю, а сколько их было? Это уже третий цикл такой. Ну, то есть, совершенно очевидно, лет через 10-15 они снова выбросят, и снова напечатают новые. Ну, цикл повторяется. Вот, этот процесс происходит везде. Это закономерный процесс, потому что государство, ну, под государство, я понимаю, чиновники. То есть, не вообще там люди, не общество, не страна, нет чиновники. Выбранные и также назначенные. Они не могут остановиться, и не будут обворовывать собственное население до конца, потому что это налог, который никто не видит, кроме них. Замечательно. Поэтому не существует за всю историю цивилизации больше 100 лет периода, когда фиат-керренси выживают. Сейчас в мире практически не существует твердой валюты. Это огромное, с моей точки зрения, с моей субъективной точки зрения, кризисная проблема, которая приведет, в общем-то, к кризису цивилизации, причем очень скоро. То есть, даже, наверное, на моем лайфтайм, на моем веку это уже произойдет. Мы это будем скоро наблюдать. Вот. Он уже практически начался. Значит, ну, мы вернемся в историю, потому что, на самом деле, все это было затеяно мною для разговора о золоте и золотых деньгах. До того, как деньги стали бумажными, стали бумажными они очень недавно, ну, то есть, меньше, чем 100 лет назад. То есть, существуют люди, которые помнят еще, то есть, они родились, когда деньги были не бумажные. Все здесь собравшиеся, люди, видимо, молодые, они этого не понимают. Для них это как бы так было всегда. Нет, так было не всегда, более того, так никогда не было. Вот. А до этого деньги были золотые. Логика была простая. То есть, деньги были не то, что золотые, золото и были деньги мы поговорим через буквально ска минут почему золото почему не имеет почему не другие металлы почему именно золото почему даже не платина золото и были деньги у золота есть ряд недостатков например она очень ценная то есть да да вот этой реформы да 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 изменения всей этой структуры сейчас мы поговорим о сменении структуры прическа стоила квотер то есть 25 центов доллар был 20 унция унция стоянская унция была 20 долларов 67 центов соответственно мне нужно дать человеку там три десятых грамма за прическу как как можно носить в кармане три десятых грамма золота да это ну какая-то пылинка да так там кусочек золотой проволоки длиной три сантиметра ну то есть этим польза физически невозможно вот поэтому придумали не только в америке но в америке система существовала это было и в россии царской это было практически во всем мире чтобы не носить в карманах золото золото лежит в банке банк печатает бумагу печатает бумагу банковские ноты но это но это записка то есть банк но то это банковская записка на этой записке написано что податель всего-то положил в банк столько то золото а это эквивалент золото вот вот слова возникла сюда слова банковская записка банкнота вот поэтому теперь когда я иду паримахер мне не нужно давать ему там кусочек золотой проволоки я ему дал банкноту и мы меняемся деньгами а при этом при этом значит золото существует и полностью соответствует количеству денежной массы стране вот это вот стопроцентная стандартный золотой стандарт вот так это было поэтому цена золота в долларом эквиваленте не менялась она была всегда в америке 20 долларов 67 центов за исключением периода гражданской войны когда обе стороны начали печатать деньги у северян то получилось лучше у южан деньги обесценились полностью ну то есть как и в германии как и в россии можно было обои обклеивать вот и в английском языке есть фраза doesn't worth the continental то есть не стоит вот тех южных денег то есть они полностью исчезли но америка быстро пришла в ум напечатала новый песо то есть новые доллары новые доллары стали печатать золотой зеленым задником сначала был задняя часть денег значит там где картинки нарисованы не там где портрет а там где картинки вот этот бэк они были зеленым и стали называть вот эти вот янки деньги янков 9 северян после войны нас начали называть green так соответственно вы его знаете как баксы это отсюда вот и как америка расправилась этим делом расправилась золотым стандартом америка в три элегантных движения то есть легким движением руки легким движением руки шорты брюки превращаются в элегантные шорты вот так это было значит первое движение руки было сделано рузвельтом президентом так называемый executive order то есть это не закон принятый сенатом и конгрессом это подзаконное решение принятое президентом вот так диктаторы всегда управляют страной когда не хотят чтобы народ им мешал все вот такого рода executive orders это указ короля я рузвельт 1 вернее он был рузвельт 2 повелеваю вот так он повелевал повелевал он в законе который назывался executive order 6102 так он назывался бумажка иди он обязал все население сдать все золотые слитки все золотые монеты и все золото за исключением некоторого четко указанного количества семейных драгоценностей все вот свободной демократической конституционной америки он как сказать конфисковал золото вот так было люди которые отказались сделать пошли в тюрьму таких было более чем 5000 ну то есть не просто не пустая угроза нет не пустая угроза абсолютно четко это самое вот и американцы лишились золота сдали они его по 2067 золота а как только все все сдали она стала по 35 почти там в полтора раза зале немножко было ваше стало наше бывает это первая цифра которая напомнить первое 5 апреля 33 года вторая цифра в июле 44 года собралась 44 страны легко запомнили 44 страны сорок четвертом году собрались деревушки бреттон-вуд и проблема которой они шали следующие все золото мира было в америке америка снабжала весь мир поставками вооружения еды и технологии вот все что нужно было шла вторая мировая война все рассказы о том что америка там жутко нажилалась и так далее то все ни о чем америка поставляла практически бесплатно полуэндлезу огромное количество вооружения 7 стран мира но тем не менее кроме вооружение америка продолжала снабжать весь мир не только оружием но и остальными необходимыми для нормальной жизни вещами стиральными машинками автомобилями там швейными машинками и так далее экономика же не останавливалась поэтому америка америка в пылесосила в себя все мировое золото и золотой обмен между государством практически прекратился физически прекратился торговать было нечем золота не было вот поэтому все договорились на том что америка вот по той же цене 35 долларов за унцию привязывают свои деньги золото а все остальные страны мира привязывать свою валюту к доллару то есть вот французский франк стоит 5 долларов все договорились договорились а немецкая марка стоит 3 доллара дарюсь договорились соответственно легко посчитать соотношение марки франк замечательно вот это было принято сорок четвертом году заняло какое-то время это все поставить на ноги заработать но где-то уже 1958 году эта система прекрасно работал я работала бы на еще очень долго при том что у нас получается внутренний доллар золотом не обеспечивается а вот внешний доллар золотом обеспечивается вот такая получилась двойственность вот то есть у нас был такой конвертируемый доллар и не конвертируемый долл очень конвертациями виду конвертирование долларов золото и и семьдесят первом году америка напечатал столько бумаги что стало всем очевидно понятно что золото нам не хватает и народ начал просто народ это смысле государства мира скупать золото понимаю что их обманывают и всем с первом году президент ричард никсон ричард по-английски дик это слово дик означает еще мужской половой орган синоним так совпало поэтому его называли сники дик сники это опять же горослав это то что легко проникающее такое мошенническое вот это такой мошенник ричард или можно сказать всепроникающий фалос вот как угодно можно привести эту сники дик вот он отменил другим экзакетивом ордера все у нас теперь экзакетивом ордера происходит в семьде первом году он отсказал ребятки все этот брэйт бреттон вуд там все расчетом году кто-то с кем-то договорился забудьте проехали и дальше начало собственно кэрэнс и эксченж то есть сколько стоит сейчас гривна в рублях или рублю в долларах или так далее чем все 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 как хотите все разбежались вот и мы имеем то что мы имеем сейчас соответственно если еще в семь с первым году он все золото стоило 35 долларов по крайней мере на бумаге международных там на самом деле уже начался обман но на бумаге было так ну почему собственно от отменили это сидела то есть сейчас он все золото колеблется где-то под две тысячи 1600 1700 долларов то есть посчитайте уровень инфляции вот так то есть то что стоило в двадцатом году цент сейчас доллар то есть нам цент и сейчас не нужны просто то есть все что меньше доллара нам эти квотера не нужны это все это визм и рудименты нам деньги меньше доллара вообще не нужны вот так наша государство причем подчеркиваю очень еще скромное по отношению к другим государством я еще помню когда гривна была по 4 рубля по 4 доллара вернее 4 доллара за гривны 4 гривны за доллар а сейчас почему то есть мы в америке размываем быстренько наш доллар а все вокруг размывает еще быстрее вот так замечательно вот значит возникает вопрос а почему же золото вот что такое золоте такого что все хотят золото вот золото обладает удивительными физическими именно физическими способностями в то чего не понимают большинство в мире золото очень много то есть какое-то невероятно огромное количество золота в мире довольно распространенный металл ну достаточно сказать того что в горах сиера невада там где была лихорадка вот этот золотая все остальное они достали но не больше там кто дарит 5 процентов то и 20 процентов ну то есть не суть цифры но понятно что большая часть золота там еще до сих пор лежит лежит и лежит и и ни разу никто не достал чужие не берут дорого золото очень инертный материал очень тяжело формирует из молекул какие-то соединения и поэтому добыча золота очень дорогой процесс то есть я был лично на экскурсии в шахта золотых рудниках шахтах в горах сиера невада полностью работающая законсервированная шахта и пока цена золота там по 1500 1600 долларов за унцию добывать это золото невыгодно ноль как только цена подымается моментально шахта открывается начинается добыча то есть в силу того что золото много но добывать дорого золото как раз является идеальным материалом для денег потому что с одной стороны во много с другой стороны его очень тяжело добывать и следовательно рост производительности труда и рост технологий будет увеличивать золотые запасы что делает золото в некотором смысле если не идеальным то очень удобным денежным эквивалентом потому что этот денежный эквивалент будет отслеживать рост уровня технологий и рост уровня производства надеюсь я это объясню тут есть резонный вопрос а серебро куда серебро девать ну серебром как бы получилось все очень плохо то есть серебро какое-то время в истории работала пока люди не приехали в аргентину те кто учил в школе хорошо химию помню что серебро по латыни называется аргентум это слово аргентина это вообще от слова аргентум да и соответственно соответственно там нашли просто серебряные горы горы сделаны серебра и пропала одно из главных качеств правильные валюты с керсити серебра стало много поэтому серебро себе полностью исчерпала она прекрасно используется в технотом в технологиях там так далее но как валюта пошел на планете очень много и она очень тяжелая как деньги его его перестали использовать кроме того еще всегда был это двойная это baby metal система то есть двойных металлов то есть золото серебро всегда очень сильно путала людей тут это люди больше золотых денег хранят то люди больше серебряных денег хранят от них было больше толку ты двойной больше вреда этой двойной системы чем от пользы причем то что рассказываю сейчас почти не актуально пошли мы живем в бумаге а когда жили золоте и были серебряные золотые деньги все было совершенно по-другому если это кто-то помнит вот это вот урфин джуз там все эти переводы американской этой сказки вот там есть фалада ела брикроуд вот это вот желтая ела брикроуд это вообще вообще символ был спора серебра и золото там интересно потом как-то расскажу на тему ну все золото серебро мы похоронили золото осталось золото был бумажный эквивалент все работало государству это очень сильно мешало увеличивать денежные массы в обществе поэтому любое государство уничтожать золото мы же живем больше чем 50 лет вне золотой системы какой бы то ни было деньги печатают из воздуха печатают активно печатают настойчиво и из города печатают до того что бумагой можно обклеивать обои из этой бумаги можно плеить стены в туалет что не раз случалось это случалось после военной германии первой и второй войны это случалось в россии керенки да мы знаем это случалось нужно на веку многих из вас в россии современной в украине вот то есть это случалось в очень многих странах и америка идет тем же путем но только не так быстро как все остальные но так как америка традиционно на себя несет функцию банкира всего мира и денежного облигатора всего мира то крушение доллара будет означать не только крушение экономики этом россии или украины это будет означать крушение экономики всего мира глобализация штука довольно опасная то есть когда все универсально и все живут в одной системе то крушение этой системы приводит к крушение всего поэтому поэтому мир недавно озадачился и начал делать крипто каранси и это очень интересное начинание это очень интересная вещь связанная с тем что это деньги которые во первых не печатаются государством уже очень хорошо то есть вот этот вот обезьянка не залезла рукой в варенье то есть государственным чиновнику не дали поставить педаль на ножку на педаль печатного пресса уже неплохо уже хорошо что еще хорошо с этими деньгами многие из них привязаны к чему-то либо какой-то формуле либо реальной какой-то энергетики значит их надо там добывать майнать и так далее то есть уже хорошо то есть нет ни малейшего сомнения что крипто каранси это будущая цивилизация мы к нему приходим то есть с одной стороны мы наблюдаем тут тут тенденцию этот тренд что бумажные деньги себя скоро исчерпают с другой стороны им возникает здоровый нормальный эквивалент но сразу возникает вопрос надо ли бежать покупать крипто каранси это вы решайте сами я честно сказать сам в это не играюсь потому что на период становления который может продолжаться ну от 5 до 50 лет трудно сказать сколько бы продолжаться пока крипто каранси станут единственными каранси вот вы не знаете какое покупать одна из проблем с крипто каранси что их очень много и большинство из них отпадет то есть сейчас идет процесс нормального становления это нормальный естественный процесс но какой из них покупать очень тяжело понять вот плюс идет огромная спекулятивная волатильная то есть колебающая верхне с игра на них плюс происходят такие скандалы как ftx о котором я сейчас говорить не буду но когда-нибудь запишу об этом более детальный ролик что произошло то есть мы еще не там то есть крипто каранси однозначно это будущее человечества но мы еще не там а если вы хотите рисковать и у вас высокий значит risk tolerance то есть вы хорошо то есть риску то вперед я у меня очень низкий risk tolerance то есть рисковать не люблю поэтому я в это не играю себя вкладывать деньги в другие инструменты самый главный вопрос будет ли возможен ли возврат к золото отчасти да отчасти да надо заметить что когда этот самый рузвельт конфисковал золото в стране вот в 33 году 5 апреля все это золото снесли в помещение здание место которое называется форт то есть форт это крепость до nags так называть и там лежала практически на какой-то период чуть ли не 60 процентов золота мира там в сороковых годах начале 50-х сейчас там форт nags лежит четыре с половиной тысячи тонн много это ли мало это порядка в сегодняшнем цене на золото 300 миллиардов сумма ну для нормального здорового человека огромная то есть мы напомнить вам что 300 миллиардов стоит только единственный илон маск то есть илон маск стоит столько денег там украине поставили же 100 миллиардов вооружений и другой помощи со всего мира то есть по сравнению с экономикой америки вы 20 плюс миллиардов и по сравнению с американским национальным долгом в 30 миллиардов а общем мировым долгом всего мира в районе 80 а триллионов 30 триллионов 80 триллионов должен весь мир сам себе но вот эти вот там 300 миллиардов нечего процента ну то есть понятно что деньги полностью золотом которые гуляют сейчас по миру не обеспечено чтобы резаная бумага зеленого цвета вот и понятно что рано или поздно она калашница наверное это все что я хотел рассказать сегодня теперь сходим с микрофонов и задаем вопрос обсуждаем так вот и Субтитры создавал DimaTorzok